Мишель Фуку был прав, когда говорил о власти знания. Если ты хочешь участвовать на мировой арене, активно, то ты должен предлагать такую систему взглядов, которая строго отражает твои интересы. Безусловно, которая отражает интересы не только твои, но и твоих потенциальных союзников. Проблема сегодняшней России заключается в том, что любой русский проект, который касается только России, будет никому не интересен. Россия должна сформулировать такой проект, который ее позиционирует как международного игрока определенного типа. Но для этого нужно понимание современного мира. И я повторяю, для этого нужна современная наука. Смотрите, французская революция, которая стала всерьез, если говорить началом модерна, она потребовала 50-летнего интеллектуального напряжения и создания новой парадигмы. Когда большевики решили бороться за власть, они создавали, выражаясь, так сказать, термином фокол, новую власть знанию. Мы сейчас не говорим, хорошая или плохая. Она была, так сказать, примитивной, классовая, но она решила свою задачу. Третий рай, когда взялся за борьбу в мировом масштабе, они начали разрабатывать новые знания, так сказать, но не классово ориентированно, расово ориентированно и целую научную систему, непревзойденную во многих отношениях до сих пор, то есть система институтов ННРБ. А наша страна в данный момент деконцептуализирована? Она не просто деконцептуализирована. Она... У нас в 91-м году, после крушения Советского Союза, к нам хлынули второразрядные, третьеразрядные, отстойные работы западной социологии и политологии. И в этом отношении последние 20 лет оказались за некоторыми исключениями, отдельных, буквально отдельных лиц, абсолютно бездарными. Когда-то Михайловский в 19-м веке сказал, что Россия в интеллектуальном плане похожа на кухарку, которую донашивает за госпожой вышедшие из моды шляпки. Вот до тех пор, пока мы не будем, так сказать, свои шляпы проектировать и использовать их как психоисторическое оружие в борьбе за власть, информацию и ресурсы, думать о том, чтобы не только выиграть мировую борьбу, чтобы участвовать на равных в ней, вступать в нее, а думать нечего. То есть остается правильной формула знания – сила. И тот, кто создаст это знание, причем для этого, для создания нового знания, не нужны огромные институты. Новые знания создаются, как правило, небольшими группами людей. Кто-то из ученых сказал, великие идеи рождаются так. Гениальная группа гениальных людей пробивает стену, а уже масса подбирают осколки. Для этого всегда есть возможности. Хорошо бы, если есть еще возможности, они сопровождались бы политической волей. То есть, если ты создал психоисторическое оружие, с помощью которого можно сломать хребет противнику, нашелся бы волевой человек, который сказал, «О, отлично, вот этим я и буду ломать хребты». «О, отлично, вот этим я и буду ломать хребты». «О, отлично, вот этим я и буду ломать хребты».